Медфуд Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Иван Никонов. Александр Цибульский пригласил на ужин руководство компании Медфуд. Поводом для совместной трапезы в кабинете главы региона стали жалобы клиентов на компанию Кустозерского дома-интерната для престарелых и инвалидов, окружного противотуберкулезного диспансера и Ненецкой окружной больницы. Компания оказывает услуги по лечебному питанию для постояльцев интерната и пациентов медучреждений. За плечами контрагентов более года сотрудничества. Впереди еще год совместной работы. Контракты между учреждениями и Медфудом, разыгранные в декабре 2016-го, заканчиваются только в марте 2019-го года. Между тем, нерекания со стороны потребителей услуг поступают в разные инстанции практически с самого начала работы Медфуда в Ненецком округе. Ужин с руководством компании Медфуд в кабинете Александра Цибульского поздний, сразу после возвращения главы региона из рабочей поездки в Индигу. Александр Цибульский отмечает, многие пациенты и врачи обращаются с жалобами на качество и рацион, который дают в больнице. Руководство Медфуда держит ответ. Питание пациентов осуществляется в соответствии с приказом Минздрава номер 330 и по назначению врачей. Нам каждое утро поставляется заказ на количество питающихся и распределено по диету. Мы кормим по пяти видам диет примерно 15 столовых. Там есть общая диета, есть щадящая диета, там высокобелковая диета, низкокалорийная. Ну, они там распределяют. Обратную связь с постояльцами дома-интерната и с пациентами Нейнской окружной больницы компания поддерживает постоянно, утверждает Андрей Быков. По его словам, нарекания к работе компании возникают лишь со стороны пациентов детского отделения больницы, а точнее от их родителей. Больше всего людям не нравится колбаса, прошедшая термическую обработку, и холодная пища. Оно не может быть холодным, потому что доставляем в детское отделение в тормозах. Там 90 градусов каша. Ну, условно говоря, она горячая. Оказывается, мама, эта мамочка, она спала в 8 утра, там завтракала, она в 10 часов проснулась, каша и холодная, и все остальное. Ну, вот такие тоже есть случаи. Конечно, это текущая деятельность, мы должны разбираться технически такими вопросами внутри. Звучит убедительно, но вместе с тем очевидно и то, что подобное объяснение представители Медфуда дает не впервые. Александр Цибульский призывает к конструктивному диалогу, цель которого не найти и наказать виновных, а выстроить работу этой пищевой цепочки на качественном уровне. Мы, конечно, должны еще помнить о том, что у нас основные потребители, эти люди, они люди нездоровые, которые должны оставаться довольны. Это тоже, понимаете, дополнительные негативные эмоции у них возникают, когда они болеют. Понятно, что они, может быть, некоторые вещи воспринимают более болезненно. Ну, как нездоров тебе в целом такой фон, наверное, негативный внутренний. Но, тем не менее, на вкус еды надо все-таки обращать серьезное внимание. На этом теоретическая часть совещания закончилась, и Александр Цибульский предложил перейти к практике. Дегустации тех блюд, которыми кормили пациентов Нейнской окружной больницы во вторник. Так, вы убирайте, что угодно. Стояло. Все, что угодно. Это ужин. Это ужин. Это вот суп, горох, это обед. Есть обеды? Да. Это гречка. Все свежее. На столе главы округа контейнеры с гороховым супом, протертыми овощами, гречей, пюре, макаронами и колбасой. Для представителей компаний, повара, которые ежедневно готовят для пациентов в больнице, меню обеда не секрет. Это они сегодня уже ели. Имея некоторые преимущества, сразу предупреждают главу округа, что соли в супе недостаточно. Это не ресторан, но это... Я думаю, нам сейчас привезут, будем морщиться. Нет, ну вот я вам искренне говорю, это хорошо. Как отметил после совещания ужина, руководитель профильного окружного департамента Сергей Сверидов, в ведомстве уже издано распоряжение, в соответствии с которым персональную ответственность за качество услуг по питанию будет нести теперь и главный врач. Когда надо работать уже с медициной. Значит, надо работать с больницей, чтобы пациенты получали а, горячее, б, вовремя. Даже если мамочка спит и не проснулась, значит, не надо ей класть кашей, чтобы она ждала ее у нее. Значит, надо спокойно подождать, чтобы она в термосе постояла, и когда она проснулась, давайте ей горячее. Либо микроволновка должна быть. По колбасным изделиям мы выяснили, значит, это приказ Минздрава, который предполагает, что колбасные изделия должны быть в наличии в рационе. Завершая встречу с представителями Медфуда, глава округа поблагодарил их за умение реагировать на жалобы и подстраиваться под желания пациентов и клиентов, отметив важный момент, чтобы эта обратная связь была своевременной и качественной. Мария Владимирова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Развитие кадрового потенциала в образовании Ненецкого округа. Эту тему сегодня обсудили на первой фордсайт-сессии. Ее участниками стали руководители образовательных учреждений округа и представители профильного департамента. Площадкой для обсуждения стал актовый зал четвертой школы. Педагогам предстояло установить слабые места в системе образования, а также разработать свой план по обновлению кадрового развития в округе. Для этого они разделились на четыре группы, каждый из которых руководил модератор. Мы определили четыре кабинета, в которых они будут активно работать в течение некоторого времени, а потом будут защищать каждая группа руководителей свои проекты. И в итоге из этих проектов у нас должна получиться большая дорожная карта именно по этой тематике. После подведения итогов руководители сессии обозначили результаты и дали оценку совместной работе педагогов. Созрела просто необходимость перезагрузки в данном направлении, потому что понимаем тот факт, что повышение квалификации – это один из основных ключевых показателей в системе образования, так как наши педагоги всегда должны стремиться к новому, самосовершенствоваться, и поэтому данное направление будет, безусловно, отражено в данном мероприятии. Еще одной темой форсайт-сессии стало обсуждение повышения квалификации. По образовательным стандартам педагоги должны проходить эту процедуру раз в три года. Но из-за нехватки средств порой не удается отправить педагогов за пределы округа. В последнее время средств зачастую на это не хватало по одной простой причине, потому что нам нужно выезжать за пределы округа. Расходы на учреждения ложатся не только за обучение педагога, но и проживание, билеты. Все это входит в стоимость курсов. Педагоги предлагают привозить специалистов в округ для того, чтобы на базе учреждения образования обучать учителей не только городских, но и сельских посредством онлайн-уроков. Александр Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Факультет краеведения в Университете пожилого человека открыли в Наринмаре. Первое занятие прошло в Центральной библиотеке имени Печкова. Факультет краеведения стал уже шестым в Университете для людей высокого возраста. Проект реализуется сотрудниками библиотеки совместно с Окружным союзом пенсионеров. Литература, правоведение, культура и религия, здоровье, компьютерная грамота, а теперь еще и краеведение. Университет пожилого человека в Наринмаре обрастает новыми возможностями для пенсионеров. Каждый месяц по одному занятию на каждом факультете. Получается, шесть раз пожилые наринмарцы могут получить нужные и полезные знания. Невостребованных направлений нет. Мы когда начинали первый факультет, у нас начиналась литература, к нам у нас было 15 человек. А сейчас уже список у нас больше 100 человек, это желающие приходить на наши факультеты. Они сами приводят, вот участники факультета, сами приводят друг друга, там соседей, знакомых. Первое занятие по краеведению и полный зал слушателей. Занятие сегодня для пенсионеров проводит Геннадий Филиппов. Он сам история, ветеран лесозавода, 54 года жизни посвятил этому предприятию. Вышел на заслуженный отдых и занялся любимым делом. В малых формах запечатляет ненецкие достопримечательности. Это аппликации на тарелочках, это фоторамки, это абажуры, это макеты церквей, Богоявленского храма и Старообрядческой церкви. То есть это все история города Наринмара, но выполненная в миниатюре, так скажем. Сегодня Геннадий Пегасевич только показывает и рассказывает о своей замечательной коллекции. Но говорит, если у слушателей факультета будет желание, то сможет провести и мастер-класс, например, по изготовлению тарелочки. Как-то шел тут по киоске в одном, доглянул, там стоят тарелочки с видом нашего города. Здание, там церковь, там это почта была. Посмотрел, попробовать. Ну, делал одну, вторую, третью и пошло. Ну и сейчас у меня уже 40 тарелок. Экземпляр с видом на центральную библиотеку краевед Геннадий Филиппов презентовал директору библиотеки на память. Следующее занятие на факультете краеведения состоится уже в апреле. Слушатели ждут новые истории о крае. 18 марта в Наринмаре пройдет рейтинговое голосование. Горожане выберут территорию, которая будет благоустроена в рамках проекта формирования комфортной городской среды в первую очередь, то есть уже в этом году. Принять участие в голосовании могут наринмарцы от 14 лет. Ограничений по количеству территорий, за которые можно отдать свой голос, нет. В начале года наринмарцы вносили предложения по благоустройству общественных территорий в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Всего на рассмотрение комиссии поступило 123 предложения, 33 из которых по формальным признакам подходили под определение общественной зоны. По итогам голосований члены общественной комиссии отобрали 11 общественных пространств. Для этих территорий подготовили дизайн-проекты. 18 марта рейтинговым голосованием горожанам предстоит сделать выбор. Голосовать можно за любые территории, то есть даже не за одну, а за две, три или четыре, хоть за все. И вот та территория, которая наберет больше голосов после подведения итогов, будет первой к реализации прямо в текущем году. Впервые в рейтинговом голосовании могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие 14 лет. Основное требование – наличие паспорта и прописка в Наринмаре. Очень надеемся именно на молодое поколение, которое, разумеется, ни в коем случае не останется равнодушным к этому мероприятию. Это шикарная возможность для ребят почувствовать себя взрослыми, прийти на участок, предъявив паспорт, получить бюллетень, поставив, как взрослые люди, галочки или любой другой значок, выражающий их волю, и опустить его в урну. Рейтинговое голосование в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» будет организовано на тех же избирательных участках, где пройдут выборы президента 18 марта. Еще одним мероприятием, прошедшим в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», стал конкурс «Город моей мечты». Его итоги подвели в мэрии. На торжественную церемонию награждения собрались творческие коллективы и неравнодушные наринмарцы. На конкурс они представили свои проекты благоустройства различных микрорайонов Наринмара. Прием заявлений на конкурс стартовал еще 16 февраля. Каждый участник мог представить только одну заявку по благоустройству общественной территории. Всего на конкурс поступило 18 предложений. Проекты оценивались по четырем критериям – актуальность, реалистичность, оригинальность замысла и уникальность. Удивительно то, что в этом конкурсе, несмотря на то, что не было ограничений по возрасту, приняли участие молодые люди. Это значит, что молодежь наша связывает свое будущее с нашим родным городом, и она хочет видеть, каким он будет. В своих работах участники изображали замысловатые павильоны, уличные аквариумы, современные детские площадки, оригинальные фонари и скамейки. А в одном из рисунков автор даже представил летающие дома. Лучшим проектом жюри признала работу 11-классницы Юлии Хабаровой. Девушка призналась, что хочет стать архитектором и посвятить свой талант родному Нарьинмару. Чтобы он стал как культурной столице, чтобы все ездили не в Петербург, а в Нарьинмаре, чтобы дети говорили, вы видели здания в Нарьинмаре, чтобы гратифируйте меня около них, а архитектором этих зданий буду я. Восьмиклассница Вероника Смирных в своем проекте благоустроила городскую набережную. Девушка обратила внимание не только на эстетику этого места, но и на экологичность. В своем эскизе Вероника предусмотрела возможность раздельного сбора мусора. У нас не особо благоустроена набережная, и я решила, что если так сделать, то будет удобно и так будет лучше. Все победители и призеры получили памятные призы и благодарственные письма. Новый имидж для четвероногих. Грумер Татьяна Коптяева в рамках года добровольчества, объявленного в России, делает Нарьинмарских собак из приюта самыми красивыми и ухоженными. Как пес Миша обрел новый образ и получил шанс на счастливую жизнь, расскажет Любовь Пермякова. Видите, вот этого типа шерсти нету, вот этого белого. То есть собачка помогала себе как могла. Но, скорее всего, я так думаю, что у него были проблемы с шерстью, и именно поэтому его и выкинули. Излишняя лохматость или беспечность хозяев лишили собаки дома нам неизвестно. Почему пес Миша оказался на улице, можно только догадываться. Сейчас он любимый обитатель приюта для животных. Попал он к нам, когда нас вызвали на отлов во время собачьей свадьбы. Вот он такой супер-жених, бегал, сразу в машинку за своей дамой забежал. Все шикарно, все замечательно. С тех пор живет у нас. Примерно, я даже не знаю, не помню точно, осенью, наверное, это было, скорее всего, да, с осени. Такой красивый, энергичный мальчик. Природа наградила четвероногого богатой шерстью, а вместе с ней и множеством проблем. Помочь Мишане вызвался профессиональный грумер или по-другому собачий стилист Татьяна Коптяева. Потому что это особый вид шерсти, который нужно тримминговать. То есть, вот она, вы видите, пушистость. На самом деле она мертвая. Абсолютно. Абсолютно. Назевает. Ему это приятно. Потому что она чешется, доставляет ему массу беспокойств. И когда мы снимаем ее, вот мы ее еще сняли, через 2-3 месяца пойдет его остевой волос, вот этот, который ему будет как раз комфортен. По словам Татьяны, старая шерсть не только доставляет дискомфорт, но и может привести к различным паразитам и кожным заболеваниям. Процедура, надо сказать, не из легких. Учитывая размеры Михаила, его шикарную шевелюру займет около пяти часов. Но четвероногие, как истинный джентльмен, держатся стойко. Такая процедура для Михаила – это не только путь к здоровому образу жизни, но и возможность наладить личную жизнь. Такую собачку, мне кажется, не возьмут. А если я ее приберу, она будет почище. Ее можно в постель брать после меня. Ни шерстинки, ничего не будет от этой собачки. Она не будет доставлять какой-то дискомфорт со своей шерстью, допустим. Плюс послушание. То есть, все это время, что она со мной проведет, это у нее будет курс послушания. То есть, она будет уже прислушиваться к людям. Пройдет несколько часов, и нам в телекомпанию позвонит грумер Татьяна. Перевоплощение одного из обитателей приюта завершено. Как изменился имидж Миши, мы пока еще не знаем. Вот он здесь, за этими дверями, ждет своего выхода. Давайте позовем его вместе и сами увидим. Миша! Миша, 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 Миша! Иди сюда, иди сюда, мой хороший. Ой, какой ты красивый, иди сюда! После груминга, помывки и модной стрижки Михаила трудно узнать. Несмотря на усталость, изрядно похорошевшие четвероноги чувствуют себя хорошо. Ведь сегодня ему не только провели необходимую процедуру, но и подарили так не хватавшего человеческого тепла. Любовь Пермякова, Ленин Шишелов, Телеканал Север. На этом у меня все. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.